Добрый день, уважаемые товарищи телезрители! Сегодня очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». И на этой программе будет озвучена и проработана очень важная тема. Тема борьбы с раком и тема борьбы с артритами, с артрозами. Сегодня у нас в гостях заведующий кафедрой медицинской химии Химического института имени Бутлерова Константин Валерьевич Балакин. Добрый день! Здравствуйте! С вами журналисты Альберт Бигбов и Рустам Баффин. Константин Валерьевич, сразу к теме. Тема очень серьезная и очень волнующая. Я не без оснований хочу сказать, что очень много людей связано, сталкивались в той или иной степени с такими вещами, как рак или артрит. Поэтому интересно нашим телезрителям любая информация, позитивная, дающая надежду, она есть. Дело в том, что в середине апреля этого года в Женеве прошел международный салон изобретений. 47-й, по-моему, салон. И там была презентована разработка, не без гордости это говорю, разработка нашего Казанского федерального университета. Были представлены два препарата под такими кодовыми названиями, пока кодовыми названиями. Там один КФУ-001, а второй КФУ-002. Да, в честь нашего университета. И, соответственно, один препарат, это препарат, который позволяет бороться с артритом, с артрозом. И другими хроническими воспалительными заболеваниями. И другими хроническими воспалительными заболеваниями. А второй препарат, это препарат, блокирующий, я так понял, действия, блокирующий реакцию раковых клеток на проводимую терапию. Блокирующий механизм резистентности, то есть сопротивляемости раковых клеток. Совершенно правильно, да. Да, то есть получается, что теперь все виды терапии, противораковые, все абсолютно виды, они становятся намного эффективнее, если будет применяться этот препарат. Ну, тут уже надо уточнять, не все. Большинство лекарственных соединений, попадая в раковую клетку, они становятся предметом пристального внимания, что ли, раковые клетки. И большинство этих лекарственных препаратов раковая клетка способна выкинуть опять наружу при помощи специальных рецепторов, так называемые ABC-транспортер, специальные каналы. Вот каждая клетка раковая вокруг себя в своих стенках выстраивает целую сеть обратных каналов, так называемые системы обратного транспорта. И вот любое лекарство, почти любое, которое попадает в раковую клетку, раковой клеткой распознается и выбрасывается назад в межклеточное пространство. То есть раковая клетка бережет, так сказать, свои границы, пускай туда не всех. И вот мы нашли способ как раз ингибировать вот этот процесс, то есть подавлять этот процесс резистентности. Да. Дело в том, что почему это так важно? Дело в том, что вот этот процесс, который я только что описал, он является главным механизмом выработки устойчивости раковых клеток к лекарственным заболеваниям. А раковая клетка, ну, собственно, и отличается от нормальных клеток, в том числе тем, что она обладает феноменальными механизмами устойчивости. То есть мы даем сильные яды, чтобы они убивали эту раковую клетку, оказывается, что раковая клетка чуть-чуть, может быть, подсядет, а потом начинает оправляться. То есть это речь о каких-то мутациях, да, даже идет раковая? Даже не о мутациях, а о приспосабливаемости. Приспосабливаемости. Возникают некоторые сигналы, которые заставляют раковую клетку вот продуцировать на своей поверхности вот эти рецепторы обратного транспорта и тем самым сопротивляться действию любых ксенобиотиков, то есть чужеродных молекул. Константин Валерьевич, мы немножко с места резко взяли в карьеру, да, сразу в механизм глубокий. То есть давайте сначала поговорим про выставку Женевска, как прошла презентация этих двух препаратов. И я еще хотел бы подчеркнуть, что Константин Валерьевич у нас является по совместительству советником по инновации предприятия крупной компании ТАТ-Метхимфарм препараты. Да, ТАТ-Метхимфарм препарат, прошу прощения. И, соответственно, данные два препарата, они были разработаны в кооперации с этой уважаемой компанией. И вот расскажите, как вообще прошла презентация, каковы были отклики зарубежных коллег, исследователей, ученых, был ли вообще проявлен какой-то даже коммерческий интерес к вашим разработкам? Интерес был проявлен и очень значительный. Вообще, 47-я вот эта выставка изобретений, это действительно крупнейший, наиболее авторитетный. Многие об этом свидетельствуют. Салон, вот такого рода салон изобретений. Мы там четыре дня присутствовали, у нас был свой стенд, у нас были свои плакаты, представляющие наши проекты. И все эти четыре дня это непрерывный поток специалистов, бизнесменов, ученых. Ну, были и простые люди, которые просто интересовались. И целый день, с утра до вечера, мы видели, ну вот я там был единственным представителем нашего альянса от Казани, мы видели очень серьезный интерес западной публики, профессиональной публики, врачи, исследователи из университетов, бизнесмены к нашим проектам. Это действительно факт, без всяких натяжек. Что касается, ну вот этих медалей, как вы их получили, какой вообще принцип, кому там дают медали? На этой выставке организовано, как бы, ряд секций, несколько десятков секций по направлениям, по специализации. Ну, например, вот, скажем, разработка лекарственных соединений, или там, скажем, какие-то автомобильные, я к примеру привожу, аспекты, там, индустрия автомобильная, что-то еще. Так вот, нас инспектировали, нас проверяли, с нами беседовали именно представители комиссии, которая фокусирована на разработке лекарственных препаратов. То есть это серьезные очень профессионалы, это целая комиссия. Это какие-то международные комиссии, да, вы имеете? Это международная комиссия, да. Ну, на сайте выставки можно ознакомиться, действительно, ведущие специалисты в своих отраслях. В основном это швейцарские специалисты были, но, по-моему, там было и международное представительство, я не очень, признаюсь, помню. Это комиссия, ну, во-первых, они просто ходили независимо по одиночке, изучали, а потом в определенный день и час они подходили и беседовали уже конкретно с каждым участником, ну, как бы, именно конкретно по вот этому проекту, задавали целый ряд вопросов. И проекты оценились все по довольно широкому списку критериев, несколько десятков критериев, ну, в том числе, например, оригинальность, инновационность, коммерческие перспективы, качество презентации, оно тоже оценивалось, то есть приходилось, естественно, беседовать на английском языке, ну, целый ряд других аспектов уже более узкопрофессиональных. Вот, в соответствии с этим критерием, с этим списком, жюри в дальнейшем подводила итоги и выбирала проекты, которые получали высшие рейтинги, ну, или там пониже. Вот оба наших проекта, пройдя вот через эти... То есть они оба получили медали? Они оба получили медали. То есть система награждения там такова, что несколько проектов могут получить высшие отличия. Ну, вот, в том числе и наших два проекта получили такие вот высшие отличия. — Скажите честно, вот на фоне других зарубежных разработок, они наверняка представлены были на той же самой выставке, как смотрелись два этих препарата? То есть мы это... Здесь речь идет о действительности, о действительно конкурентоспособной, если это правильно говорить, разработке, или пока еще вот как бы мы отстаем значительно? — Ну, вот, в том, что касается этих двух проектов, но и не только этих. У нас ведь в нашем портфеле инновационном нашего Казанского федерального университета НОЦ фармацевтики, ведь целый ряд молекул. Сейчас у нас не менее вот официально в нашем портфеле, сейчас то, что мы представляем, это 11 разных молекул. То есть 11 перспективных соединений, которые, каждый из которых мы считаем, обладает потенциалом лучшего в мире в своей терапевтической группе. — То есть не только российский потенциал, но и международный? — Нет, безусловно. Мы готовы отстаивать это мнение. Ну, собственно, мы его и декларируем везде, и, собственно, никто еще до сих пор не опроверг эти наши декларации. Вот в том, что касается первых двух проектов, то нам представляется, и мне лично, что потенциал там огромный. — Пока я хочу заострить внимание наших уважаемых телезрителей, что речь не идет о готовых препаратах, то есть аппаратах, которые вы можете пойти и в аптеку, там, миниартрит, там, или, фу-фу-фу, не дай бог, там, что-то связанное с лечением рака. То есть их нет в аптеках. И вот скажите, как они, вот в каком сейчас они виде, и когда они появятся, если это действительно столь такие впечатляющие вещи, такие разработки, когда они появятся в открытой продаже? — Первые два проекта, о которых мы сейчас начали уже детально вести речь, это противовоспалительный, противопухливый. Есть все шансы, что они появятся уже на рынке, на аптечных прилавках, начиная с 2023 года. По крайней мере, мы очень надеемся, если все пойдет по оптимальному сценарию. — Что должно быть для этого сделано? Какой путь они должны пройти? — Они должны пройти клинические исследования. Это все называется именно так, но не просто клинические исследования, а целых три фазы клинических исследований. Каждая фаза сопровождается довольно серьезными, ну и содержательными процедурами, это собственные исследования, но и огромной работой, связанной с регуляторными аспектами. — То есть, я так понимаю, речь идет об аспектах доказательной медицины? — Доказательной медицины. — Нужны клинические испытания, чтобы доказать, железно, медицински доказать, что это, да, препараты, сертифицировать. — И просто где-то в клинике что-то провести, какой-то эксперимент. После этого мы должны его тщательно запротоколировать. Все это должно происходить, все процедуры в соответствии с острожайшими требованиями законодательными. После этого мы все результаты даем в Минздрав, и, собственно, там происходит тщательнейший анализ и оценка, и выносится вердикт по поводу возможности дальнейшего прохождения перехода на следующий этап, ну или, если это последняя фаза уже, о возможности вывода на рынок. То есть все это очень тяжелое, очень кропотливое время и ресурсозатратная работа. — Но ведь прежде чем вывести на клинические испытания, эти ваши препараты прошли лабораторные испытания, то есть прошли испытания на животных? — Прошли исследования, так называемые доклинические. — Доклинические исследования. — Это исследования на животных моделях, ну или на, как мы говорим, инветровые модели, то есть это модели не связанные с животными, это модели, например, связанные с исследованием на тканях, или на клетках, или на отдельных ферментах, или рецепторных системах. А вот расскажите об этих испытаниях. Что там произошло, как это сработало, как это шло? Например, один из ключевых экспериментов, при помощи которого мы доказали высочайшую эффективность, потенциальную эффективность нашего противовоспалительного препарата. Мыши или крысы, существуют разные вариации этого подхода, им вводится специальный адювант, специальное вещество, которое вызывает просто сильный отек лапы. После этого мы начинаем лечить мышь или крысу нашим препаратом. Вводим внутребрюшинно наш препарат. Существуют разные способы введения, но я не хочу в детали вдаваться сильно. После того, как мы вызываем отек лапы, мы начинаем животное лечить. Смотрим, какой достигается эффект, какой объем лапы. Измеряем биохимические параметры, различные физиологические параметры животных. И изучаем, как наше вещество действует. И вот, опять-таки, немного забегая вперед, мы показали, что в подобных экспериментах наш препарат, по сути, является, по-видимому, лучшим в мире в своей терапевтической группе. Это речь идет о противовоспалительном? Да, противовоспалительный препарат. По крайней мере, один из лучших, один из стандартных препаратов, конкурирующих на проксен. Это тоже нестероидное противовоспалительное средство. Вот в модели, о которой я только что написал, он работает в несколько раз хуже. Хотя является, по сути, одним из самых, если не самым эффективным препаратом в мире. Вот по данной терапевтической группе. ТНР-одработка получается? На проксен это препарат, который уже давно на рынке, несколько десятилетий, он уже не имеет статуса инновационного. Тем не менее, он активно продвигается в мире. Вот самый известный, так сказать, его производитель, и бренд есть соответствующий, это компания Bayer. Транснациональная крупная компания, которая продвигает вот именно бренд на проксен. Она продает это лекарство на очень приличные суммы, несколько сотен миллионов долларов в год. Константин Леонидович, получается, потенциально речь идет о рынке тоже так же на десятки, даже, может быть, на сотни миллионов долларов, если масштабировать на весь мир. Если масштабировать на весь мир, учитывая серьезные, значимые, реальные, конкурентные преимущества нашего препарата, потенциально речь может идти о рынке размером нескольких миллиардов долларов в год. Ого! Но это будет уже, без сомнения, блокбастер. Такие лекарства есть, их таких немного. Но мы полагаем, что именно наше вещество обладает таким потенциалом. Ну, просто, опять же, исходите, если чего. Вот тот же на проксен, ближайший аналог нашего препарата, он по всем параметрам работает скромнее. Наш препарат лучше, он более эффективен, более безопасен. А на проксенов в год сейчас продается, при том, что это дженерик, это не инновационный препарат, примерно на один миллиард долларов в год. Ну, надо иметь в виду, что это развитый, очень эффективный продукт. Но, тем не менее, наш препарат, который по всем параметрам лучше, если действительно он попадет, ну, так сказать, в руки сильного игрока, типа компании Bayer, то мы полагаем, что несколько миллиардов в год, но это не фантастика, это не научная фантастика. Это возможная реальность. То есть, правильно понимаешь, что в лаборатории, когда вы проводили эксперименты, вы брали мышку, которую кололи этот Bayer's препарат? Да. Вы брали мышку, которую кололи KFY-2? Совершенно правильно. И смотрели. А, то есть, там это было по времени выздоровления, да? Это просто как быстро совпадала опухоль? Это было по времени, да. Длился этот эксперимент несколько дней, изучали в динамике изменения. Вот этот эксперимент, есть очень хороший график, который как раз мы в Женеве тоже представляли. То есть, там из него наглядно видно, что наше вещество в концентрации примерно в три раза меньше, чем Bayer'овский препарат. То есть, ингибирует вот этот вид воспаления практически на 100%. Тогда как на проксен Bayer'овский в большей концентрации ингибирует это воспаление на 50%. И понимаете, тут еще что важно. Дело в том, что если мы вот подобные хронические воспаления не купируем на 100%, то они потом опять, вот если мы оставляем там 5% воспаления, это значит, остаются так называемые провоспалительные факторы, которые опять эту ткань поджигают через некоторое время. Понимаете? То есть, между 50% и 100% разница колоссальная. 50% просто облегчают состояние, а 100% излечивают болезнь. Оккупируют полностью. Это принципиально. То есть, такие болезни, как артрит, который считается, по сути, неизлечимым сейчас заболеванием, и просто речь идет о... Весьма распространенные. Весьма распространенные, и люди, по сути, инвалидности очень часто заканчивающие, то ваш препарат может таких людей исцелить? Судя по результатам на животных, да, это так. И вот такой очень важный вопрос. Да, он прозвучит сейчас дилетантски, но вот поскольку большинство наших телезрителей, они довольно-таки слабо представляют. Вот подобного рода вещи. Вот да, хорошо, вот на мышках все замечательно. Но мышка – это даже не свинья, и далеко даже не человек по набору хромосом и прочее. То есть, вот нет ли опасности, опять-таки дилетантский вопрос, нет ли опасности, что когда начнутся клинические испытания на людях, на живых людях, то могут возникать какие-то побочные эффекты и совершенно там нежелательные результаты? Этот вопрос вовсе не дилетантский, вопрос, который в задале представляет собой одну из вообще, может быть, главных проблем фармакологии. Потому что мы можем исследовать на животных сколько угодно, получать прекрасные результаты, но переход к моделям клиническим, к человеку, очень часто сопровождается какими-то проблемами. Может быть, например, недостаточная эффективность. На мыши прекрасно работает, на человеке не работает. Такие крайние ситуации редко, но бывают. Может быть, неприемлемы какие-то токсические или побочные эффекты, которых мы не видели в животных моделях. Может быть, даже совсем простые, кажущиеся простые вещи. Ну, например, там мыши мы вводим в желудок препарат, и он у нее прекрасно через стенки желудочно-кишечного тракта входит в системный кровоток и начинает лечить. А у человека по какой-то причине он не проникает через стенки желудочно-кишечного тракта. Такое бывает. У нас стенки вот этого самого тракта, они, в принципе, сходны с животными, но не идентичны. То есть, все-таки имеются некоторые отличия. Наибольшие, по-моему, у нас с свиньями, да, если уж брать по клиническим. Ну, и с обезьянами. С обезьянами, конечно, больше. С приматами это наиболее адекватная модель. В общем, по-дзебу, она даже наиболее, естественно, дорогая и наименее доступная. Но, по большому счету, вот то, о чем я говорил сейчас, встречается, но не так уж часто. В принципе, если мы надежно показали эффекты на животных, то, ну, весьма высока вероятность, что сходные эффекты будут на людях. Будем держать пальцы, скрестим. Будем держать. Чтобы вот эти два препарата, они действительно прошли. А вот, скажите, вопрос такой, даже больше этики, ну, помимо того, что есть и правовые ограничения, понятно, что люди, которые строят артритом, они могут использовать другие препараты. Это будет отмечать боль, там, продолжительность жизни будет не сказываться. Но есть ситуация, в данном случае речь идет, например, о терминально больных людях раком, для которых, от которых социальная медицина уже отказывается, со словами, что, ну, только палиативную помощь могут предложить. И, то есть, в основном, человек и так умирает. Как ускорить, как ускорить, вот у вас есть препарат, который позволяет таких людей, на уровне мышей уже показал, что, второй препарат, КФУ-1, да, который показал, что он может, КФУ-2, он может уже вытаскивать таких людей, или продать им жизнь, давать несколько лет жизни, или, ну, в перспективе, излечить вообще. А на самом деле, кто привел такой препарат, это получит анабельскую премию. И еще об этом, в большом случае. Как, можно ли ускорить, вот по этому препарату, клиническое испытание, за счет того, что использовать, ну, больных, добровольцев, кто, вариантов у них нету, на самом деле. У них просто есть надежда, что вот этот препарат сработает, потому что на мышку уже работало. Это протокол, в данном случае, нельзя обойти, или это все очень жестко? Ну, к сожалению, регуляторные нормы, они весьма жесткие. Во всех странах России тут не исключение, все это подчиняется таким серьезным стандартам, которые вырабатывались десятилетиями, и, к сожалению, тут перепрыгнуть вряд ли это удастся. То есть для больных терминальными фазами действительно тут остается надеяться на чудо, ну, либо попасть к нам в исследуемом когорту. Но, кстати, после вот Женевской конференции, ну, после того, как посредством массовой информации прошли вот эти информационные сообщения, нас буквально завалили звонками. Предложениями. Просьбами. А, прольбами, я бы сказал. Да, да, где-то мольбами, да, то есть я вот после этого именно прочувствовал как бы очень глубоко впервые, наверное, ну, персонально, вот что такое. То есть ученый ведь как он часто, ну, вот он ученый, что-то разрабатывает, статьи пишет. Мы тоже этим всем занимаемся, но вот впервые как бы я почувствовал вот реальную персональную вовлеченность. То есть мы что-то разрабатывали, а вот тебе звонит больной человек, несчастный, которому неизвестно сколько осталось, и просят, просто молят, дайте препарат. То есть понятно, что дать мы ничего сейчас не можем, мы можем только осторожно обещать. Но вот, к сожалению, этот этап еще продолжается. Иначе, понимаете, это же полка двух концов, ну, дадите сейчас человеку это, неизвестно, как это выпалить. Может, даже пока клинических испытаний нет, это уже... Нет. Вопросов, нюансов очень много. Это уголовщина. Как бы это ни выстрелило, человек уже обречен с точки зрения официальной медицины. Нет, есть полка двух концов. Вот человеку, допустим, осталось жить месяца три-четыре, а дальше ему такой аппарат, он побочные действия окажет, и он месяц проживет. Мы два месяца можем однеть. Может быть и так, к сожалению, да. Пока не прошли клинические испытания, давать человеку такие вещи, это уголовное преступление. Вопрос этический. Этот месяц на человек дали надежду. Там нет никакой этики. Пока нет, не завершены клинические испытания, неизвестно, с чем мы имеем дело. Конечно, этот спор, который будет вечно, мне кажется... Спор будет вечно, да. Да, когда речь идет о заболеваниях не таких смертельных, спора нет. Когда речь идет о человеке, от которого официальная медицина уже отказалась и отправили домой умирать, здесь спор всегда будет. И предмет для спора всегда будет. Другой вопрос, что, конечно, законодательство ограничено. А скажите, вот вы интересно рассказали, как прошел эксперимент на мышах, связанных с воспалительными заболеваниями, а эксперимент противоракового этого препарата на животных, как прошел? Как проходил, как прошел? Во-первых, надо сказать, что вот оба этих препарата мы довольно давно уже исследуем. То есть, по большому счету, они были открыты, но если так можно сказать, примерно на рубеже 2011-2012 годов. С тех пор мы их исследуем, изучаем различные аспекты. Ну вот, по сути, последние там пару лет, только, может быть, год-полтора мы их вывели уже, так сказать, сделали информацию достоянием публики. Очень много различных было проведено исследований на самых разных моделях. Ну вот я, например, расскажу вам об одной такой модели. Представьте ситуацию. Кролик, и ему во внешнюю камеру глаза прививают злокачественную опухоль, очень агрессивную, микрофибросаркома. Почему в глаз? Дело в том, что, ну, если в глаз, то там нет системы иммунитета, фактически. То есть, фактически, если мы вот кролику прививаем эту опухоль... То есть, это быстро сразу уже идет, и время отпадает на сопротивляемость. Да, и сам организм в данном случае не сопротивляется никак. Если мы начинаем лечить, то это как бы чистая вот такая вот борьба идет, сражение между лекарством и раковой опухолью. Прямой доступ. Да, вот такая вот модель. Итак, в глазу кролика прививается ткань, маленький кусочек, очень агрессивной опухоли, взятой от человека. Из клинических, чисто вот из госпиталя взяли вот кусочек ткани и прививается. Опухоль начинает очень быстро расти. Если кролика не лечить, то он в течение двух-трех недель, он, собственно, уже становится нежизнеспособным. Но вот в этот момент, через несколько дней после прививки опухоли, мы начинаем его лечить нашим препаратом. То есть, он уже нежизнеспособен с точки зрения... Если его не лечить, то стопроцентная летальность. Эта опухоль слишком серьезная, там и животное уже не может, не имеет шансов. Начинаем мы лечить. Примерно через 30 дней, во-первых, опухоль полностью исчезает. Но вы знаете, даже что более важно для специалиста, и даже не специалисту, это хорошо понятно. В образце ткани, который мы берем из глаза кролика, нет не просто опухоли. То есть, опухоль действительно, она сходит полностью практически на нет, остается маленький рубец. Но в образце ткани нет злокачественных клеток. То есть, нет клеток, которые имеют маркеры малигнантности, злокачественности. То есть, прошла химиотерапия, химиотерапия прошла на 100% успешно? Химиотерапия прошла на 100%. К сожалению, современные средства химиотерапии, в том числе и из-за развитых механизмов устойчивости злокачественных клеток, практически никогда не долечивают очаг опухоли на 100%. Потом наступает ремиссия через какой-то время? Благодаря чему? Да, опухолевые клетки дают так называемые метастазы. Они просто распространяются по кровотоку, приливаются где-то, приживляются в других органах и тканях. И через некоторое время дают новый очаг роста злокачественной опухоли. То есть, в данном случае на 100% убивая опухолевые клетки, мы действительно даем организму очень хороший шанс, очень зримый шанс. Это мы показали достаточно достоверно. Вот один из таких экспериментов. Теперь давайте еще раз застрим внимание. Все-таки не раньше 2023 года, если все пройдет, вот пальцы молимся, скрестим пальцы, будем молиться на это все. Вот сам этап клинических испытаний. Я так понимаю, мы с вами разговаривали до этой передачи. Вы сказали, что по стандартам КФУ не может их проводить. Да, я так понимаю? Ну, там есть этические некоторые ограничения. Там они не 100% жесткие. Но, как я понимаю, там один из факторов, который учитывается при выборе клинического центра, в котором будут проводиться исследования. То есть это будут проводиться не у нас по какой-то жестко заданной процедуре? Ну, по крайней мере, первая фаза у нас проводиться не будет. Да, уже центры определены, это будут другие центры. А можно сказать, о каких городах, о каких местах? Вы знаете, я это не очень помню. Где-то в Подмосковье у нас есть уже компания, которая будет для нас проводить вот эти клинические исследования. Она специализирующаяся на этом? Она специализированная компания, причем она вот по первому, по крайней мере, препарату, она специализируется именно на болезнях опорно-двигательного аппарата. Где-то в Подмосковье у них находится клинический центр, по-моему, в Серпухове. Но я тут могу немножко ошибаться. А этот вопрос, знаете, с какой стороны интересен? Вот сейчас будут смотреть Казанцы, жители Казани, жители Татарстана. То есть они могут попасть, кто-то из счастливчиков, по-моему, в эти испытания? Что для этого нужно сделать? Вы задаете сложный вопрос для меня? Или не к вам этот вопрос? Наверное, действительно, не ко мне. Я ведь не занимаюсь непосредственно клиническими вопросами клинических исследований. То есть, действительно, тут надо понимать, что это отдельная, как бы довольно сложная сфера, в которой много регуляторных, этических аспектов. Да, там сертификационный процесс. Да, совершенно правильно. Ну, вы знаете, я такой вопрос задам, наверное, он просто перед нами как бы не возникал еще. Много разных других вопросов. Вот этот конкретно не возникал. Я, наверное, задам этот вопрос нашим коллегам, которые проводят вот эту клинику, и попробую его выяснить. То есть, имеется ли процедура, когда, скажем, человек из Татарстана хочет попасть в эту исследуемую когорту. Другое дело, что, опять же, сейчас вспоминаю. Дело в том, что первая фаза – это исследование на здоровых добровольцах, по крайней мере, первого препарата, противовоспалительного. Поэтому больного человека туда просто не возьмут. Ну, к сожалению, это специфика этого эксперимента. То есть, там только здоровые молодые люди до 45 лет, на которых будет вот эта первая фаза клиники проходить. А в дальнейшем будут уже проходить вторая, третья фаза, это уже на больных людях. Там уже есть возможность теоретическое попасть, видимо, в эти исследования. Ну, насколько я осведомлен о доказательной медицине, там идет не метод вот такого подбора, а там действительно работает слепой метод. И, то есть, да, там человек, он хочет, хочет, но он просто не попадает. Чтобы выборка была безупречно статистически правильной, то там должен... Совершенно право. Потом критерии включения могут быть для отдельных исследований очень такие специфические и жесткие. То есть, например, недопустимо наличие... Как ни просить, не получится. Совершенно правильно. Могут быть исключения по принципу, там, какие-то болезни, там, сопутствующие, какие-то аспекты наследственности, какие-то аспекты предшествующих заболеваний, возраст, пол, ну и так далее. Критериев включения, как и исключения, очень много. Они подбираются специалистами по данному конкретному, так сказать, эксперименту, исследованию. То есть, есть первая стадия, здесь вторая стадия, есть еще третья стадия. Третья стадия, и наступает 2023 год, и если все хорошо, то все будет. Если все хорошо, первые два препарата могут попасть, да, к больным. А третья стадия, это что за стадия? Третья стадия, это исследование эффективности и безопасности, как правило, многоцентровая. То есть, когда нужно показать, что препарат эффективен и безопасен, уже действительно на широкой популяции. А, то есть выбор становится больше? Не в одном каком-нибудь, скажем, райцентре или областном центре, а желательно, чтобы было многоцентровое исследование. То есть, возможно, разные люди там с разным генотипом, фенотипом. Да, так, и национальность даже. То есть, в большом общем, на третьем этапе уже это достаточно будет широко представлено, и многие люди могут попасть. Широко представлено, да. А вот у меня такой вопрос, он тоже, наверное, дилетантский прозвучит. Вот в прошлом году Нобелевскую премию по медицине получили два ученых. Это американец, я сейчас именно их не вспомню, и японец, которые занимались проблемой как раз антираковых препаратов. А их лекарства, которые уже используются, и в некоторых случаях действительно феноменальные результаты, потому что там вот был случай, когда с раком четвертой стадии молочной железы человека вытащили. То есть человек... Но у них работа по другому принципу, я так понял из нашего разговора. У них принцип построен на том, что иммунная система организма, они вводят какие-то препараты, которые позволяют иммунной системе организма распознавать раковые клетки, и одна из форм защиты рака, это когда она прячется. Она очень хорошо иммигрирует, маскируется, и организм просто их не видит. А тут они как бы дают маркеры, обозначают, что это враг, включается этот слой чужой, и иммунная система сама уничтожает рак. Я так понимаю, ваш препарат работает на других принципах? На других принципах, да. Но вот то, что вы описали, к сожалению, насколько я понимаю, вот этот метод, о котором вы говорите, он... Ведь исследования по раку ведутся очень активно и давно, естественно, в мире. Конечно, там колоссальные средства, колоссальные интеллектуальные ресурсы затрачены. Колоссальная проблема вообще. Колоссальная проблема. Дело в том, что до сих пор этот метод, он является далеко не универсальным. То есть у одного человека он срабатывает, а у девяти других он не срабатывает вообще. У кого-то иммунная система разная. Да, иммунная система, иммунный статус у всех разный. Виды рака, виды заболевания, наследственности, они колоссально отличаются. Меж индивидуально, там, межрасовые, любые отличия могут быть. И вот подобные вещи, особенно иммунотерапия, как правило, они еще, к тому же, ведь очень дорогостоящие. Да, колоссальные там расходы, несколько миллионов долларов лечения. Я недавно, да, читал статистику, то есть инновационная терапия раково-онкологического заболевания в Соединенных Штатах. Средняя стоимость лечения инновационным препаратом, не обязательно даже иммунотерапевтиком, в настоящее время приближается к 100 тысячам долларов. Вы представляете, что это такое? Вы можете представить, например, ну даже в России такую ситуацию, 100 тысяч долларов в среднем лечения онкологического больного. Онкологических больных миллионы. При наших средних зарплатах, вы понимаете, что это совершенно не мыслимо. Это пар квартир получается даже, если перевести все доступные. В этом смысле вот наш препарат, конкретно КФУ-02, это как раз очень серьезная и жизнеспособная альтернатива. Если говорить совсем по-простому, то это очень дешевый препарат, очень дешевая добавка к имеющимся средствам фармакотерапии. То есть мы берем, например, стандартный недорогой противообхолевый препарат, добавляем нашу копеечную, ну по крайней мере по себестоимости изготовления, вот эту добавку. И она начинает лечить в 10 раз эффективнее, чем, скажем, вот этот базовый препарат, не модифицированный. То есть получается это все не золотые какие-то, не золотые средства, не бриллиантовые, а такие копеечные, дешевые, эффективные. То, что может работать в обычной системе здравоохранения. Более того, без существенного изменения стандартов лечения. То есть эту копеечную добавку можно вводить там просто либо в виде таблеток, либо в виде инъекций. Она, кстати, и то, и другое возможна именно с этим препаратом. И мы считаем, что результат будет очень серьезный. И то есть она исключает, например, ну скажем так, держим пальчики, если пройдут успешные клинические испытания, исключает хирургическое вмешательство и можно работать без хирургии, да? Нет, ну исключать это ничего не может. Вообще, когда рак лечит, там всегда врачи рассматривают возможный комплекс мер. Это может быть хирургическое вмешательство. От химической терапии до хирургического вмешательства. Радиотерапия, да. Врач всегда выбирает оптимальный путь для пациента. То есть одно другому может сопутствовать вполне. Дело не в этом, а в том, что в принципе, вот по сравнению с немодифицированным препаратом, то, что было добавление нашего вот этого адюванта недорогого, позволяет радикально усилить эффективность терапии. Но вы понимаете, что если этот ваш препарат сработает и пройдет испытание на людях положительно, то он просто перевернет все лечение онкологии и, соответственно, лишит очень многих больших денег? Хотелось бы в это верить, что он перевернет. Но, во-первых, узнаем только в 23-м году. Мы узнаем это, да, не так быстро. Во-вторых, все-таки, вы знаете, все эти процессы очень консервативные. Вот эти индустриальные, особенно на таких рынках, ну, вот таких вот чудес, чтобы что-то там переворачивало, что-то я не припомню, особенно в фарминдустрии. Система крайне консервативна. Консервативные методы лечения, действительно, огромная армия специалистов, там, институтов и заводов. Все это в один миг ни один, даже лучший препарат не сдвинет. То есть даже появившийся препарат в продаже, это еще лет пять пройдет, пока там он войдет в обычную практику. Просто поймут, узнают, научатся лечить, приспособят к каким-то конкретным заболеваниям. Ведь, ну, почти наверняка, к сожалению, какие-то виды рака будут лучше лечиться, а какие-то хуже, к сожалению. Опять же, это надо будет понять. То есть, на самом деле, этап исследований будет, ну, еще довольно длительным. А, кстати, по поводу видов рака. Вот вы сказали про кролика, которому ввели определенный вид опухоли. А на других видах опухоли пробовали? Мы пробовали довольно широкую линейку опухоли. Наш препарат работает, в общем, везде достаточно эффективно. Но вот основную, так сказать, порцию исследований мы проводили на животных с привитым раком молочной железы. Рак молочной железы, ну, для женщин это, вообще-то, причина смертности номер один в мире. Отчасти этим нами был обусловлен вот этот выбор. Но, во-вторых, ну, это просто еще и удобные экспериментальные модели. То есть, они достаточно стандартные. То есть, животным достаточно можно эффективно, несложно прививать вот эти раковые опухоли. Они распространенные достаточно. Они агрессивные. То есть, это такой интересный исследовательский объект. Вот именно на этом объекте мы сделали львиную долю вот этих наших экспериментов, доказательных в доклинических исследованиях. Рак молочной железы. То есть, если мы хотя бы эту одну проблему решим, то мы уже действительно заслужим благодарные слова от миллионов женщин, так сказать, и членов их семей. Это факт. Опять-таки, 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 все решится. Дай бог, да. Дай бог, чтобы это все было именно так. А как пришли? Вырослите? Был такой вопрос, насколько это действительно очень сильно утешает, что себестоимость производства и сама технология производства, она не отличается повышенной сложностью и затратностью. То есть, это можно будет даже развернуть на базе. Вот я опять-таки по нему вашу ипостась, еще одну, как советника по инновациям татхимпан препаратов. Вот скажите, вот у нас, в Татарстане, даже тоже можно будет развернуть производство? Или все-таки это будет отдано на откуп всяким байерам? Еще одна исключительно удачная особенность вот этих наших двух первых препаратов, которые, к сожалению, на следующие не распространяются. То, что вот эти первые два препарата, оба синтезируются в одну химическую стадию, каждая из них. Представляете, это уникальная особенность. То есть, это речь не о многостадийном процессе, сложном, замороченном. Это огромная удача. Это не такое уже часто встречающееся, так сказать, обстоятельство. Но в данном случае это именно так. Оба препарата получаются в одну синтетическую стадию. Что, как вы понимаете, ну, существенно удешевляет все процессы. Конечно. При этом сырье, особенно для второго препарата, вот этого противоракового, оно доступно крупнотоннажно, без ограничений. Более того, оно доступно в Татарстане. Ну, Татарстан вообще химическая республика. Ну, вот буквально, я уж тут никаких секретов не раскрываю. Это известно уже, там специалисты, можно взять наши патенты. То есть, берутся крупнотоннажные исходные реагенты и сделайте хоть цистерну этого препарата. Хватит на весь мир на несколько лет. Из чего из-за препарата? Это продукты, ну, вот этого нашего нефтегазового комплекса. Мнотоннажная химия, в общем-то. Это крупнотоннажная химия, то есть, это реагенты крупнотоннажного производства. Да, я не хочу сейчас вдаваться совсем уж там химические подробности. Скажите, а вот вы сказали, начались эти исследования в 2011-2012 году. То есть, прошло уже 7 лет, там, 7-8 лет. Это развитые разработки. Как к ним пришли? Как пришли к этой формуле, как пришли к этой молекуле, как пришли к этой идее? Можно об этом рассказать? То есть, путь? Можно рассказать. Ну, тут бы, конечно, лучше бы рассказал, лучше бы не рассказал Юрий Григорьевич Тырлин, директор ноцфармацевтики, поскольку именно он стоял у истоков этих молекул, этих разработок. То есть, это была команда, действительно, сотрудничество, кооперация, да, нескольких? Ну, начнем с того, что это стопроцентно оригинальные казанские разработки Казанского федерального университета. Это наша гордость, это мы сами, все без этого, двоими руками и мозгами. Да, я опять же говорил про крупнотоннажное производство. То есть, вот этот продукт, который КФО-02 противораковый, он вообще-то, если его применять в других концентрациях, он может использоваться в области нефтехимии. Да, это вот такой вот уникальный препарат. Он является специфическим реагентом, который позволяет расслаивать нефтяные эмульсии. Ну, после того, как их добывают, этот препарат, добавление небольших доз этого препарата, позволяет вот эту водную эмульсию расслоить. То есть, наверху нефть, внизу вода. Это необходимые реагенты в условиях, если нефть сильно обводненная. Ну, в Татарстане, она, насколько я понимаю, в большинстве случаев именно такая. Ну, где-то 98% из воды. Ну, вот, не скажу, что тот же самый препарат, ну, то есть, другие концентрации действующего вещества, ну, взятые, естественно, в рамках специальных, так сказать, условий уже применения к человеку, они позволяют вот как раз обеспечить вот этот эффект ингибирования системы обратного транспорта опухлевых клеток. Ну, вот, можно над этим даже иронизировать, ну, вот, действительно, вот тут крупнотоннажная химия и жизнь, я бы так сказал. И на дуде и грец, и... Да, это уникальная молекула, абсолютно. И поприже нет. То, что ее открыли, ну, это было, конечно, я считаю, стечение, ну, воля, судеб, ну, просто появилась в какой-то момент модель исследования, ну, и просто это вещество протестировали, и оказалось, ну, были получены феноменальные сразу результаты, которые просто в дальнейшем тестировали, развивали, углубляли наше понимание механизмов. То есть это было случайное открытие? Эвристически. Это было случайное открытие, да. Эврика, кто-то крикнул «Эврика», и все по ней завертелось. Ну, опять же, я знаю, что Юрий Григорьевич Штырлин, он не любит слово «случайно», он всегда поправляет, что все это создано на базе казанской химической школы. Ну, это действительно так. Ну, потому что как люди, так и оборудование, и некие подходы фирменные, они, конечно же, длятся, они проецируются из прошлого, это безусловно. Везет тому, кто везет. И это тоже. Есть еще такие аспекты, как интуиция. Безусловно, во всех вещах этих присутствуют. Сто человек пройдет, а один только призадумается над каким-то феноменом, может быть. И это приведет к открытию чего-то любопытного. Константин Валерьевич, вот вы нас заинтриговали, вы уже в самом начале передачи сказали, что есть у нас 11 разработок. Вот две пока, вот сейчас, вот мы сейчас разговаривали. А 9 разработок, это тайна, может быть, приоткроете что-то про них? Ну, вы знаете, нет, не особенная тайна. Ну, то есть, если мы не вдаемся в аспект уже каких-то конфиденциальных моментов. Я расскажу, что это такое. Ну, вот первые две разработки вы уже услышали, противовоспалительные, противоопухолевые. Третья разработка КФУ-03, это антибактериальный препарат, антибиотик, очень интересный препарат. Это аналог известного антибиотиков торхиналонового ряда. Но аналог модифицированный, улучшенный. То есть, он химически так модифицирован, его структура, что он стал а более эффективным, б более безопасным, и в, у него еще появилась специфическая особенность. Он стал снижать потенциал бактериальных патогенов к выработке лекарственной резистентности. То есть, вы видите, я назвал три как бы аспекта, три аспекта уникальности и инновационности. То есть, он действительно очень удачный препарат, хотя пока он еще не входит в клинику, просто мы немножко не успеваем все наши молекулы эффективно продвигать. Но, тем не менее... Но скоро-скоро также где-нибудь в Женеве, на выставке... Возможно. Мы надеемся. Будет презентация. Надеемся. Четвертый препарат, КФУ-4. Это уникальный, опять-таки, я вынужден повторять это слово, ну, потому что действительно так. Я тут... Мы ничего не выдумываем. То есть, уникальный противогрибковый препарат. Вы, может быть, наверное, новые люди, осогдомленные, как я уже из разговора понимаю. То есть, грибковые инфекции, на самом деле, очень тяжелая проблема. Летальность растет чисто от грибков. Растут лекарственно-резистентные формы. Грибки формируют... Разнообразие грибков просто поражает. Разнообразие. Они могут формировать очень устойчивые формы. Некоторые формы их спящие. То есть, они спят-спят, потом просыпаются. Они могут жить в условиях тонких пленок. Вот, например, медицинский прибор, там, какой-нибудь катетер. Ничего не видно. Вроде бы, даже его могли простерилизовать. А на самом деле, грибок остался в виде тонкой-тонкой пленки, которая не смывается, ничем не уничтожается. Вот он какое-то время там спит, а потом раз проснется. И так из этого катетера отдаст куда-нибудь пациенту. Что пациента сразу можно уже и отпивать. Нехорошо сказано. Но, к сожалению, вот ситуация с грибками именно, ну, можно почитать специализированную литературу. Она, в общем-то, где-то драматическая. Мы разработали очень эффективный противогрибковый препарат, который действует лучше, чем все имеющиеся на рынке, по крайней мере, препараты сравнения. Это мы показали. По крайней мере, это на животных моделях. Это на моделях инвитро. Ну, вот препарат ждет, опять-таки, своего часа. Не то, чтобы ждет, мы его активно позиционируем. Но вот это в нашем портфеле тоже. Уважаемые телезрители, вот и опять, и опять, и опять речь о перспективах рынка на миллиарды долларов. Если, опять-таки, это все будет клинически доказано. Рынок большой, да. Об этом никогда не стоит забывать. Но я бы его, ну, вот как исследователь, конечно, не выпячивал бы его. Но для бизнеса это, конечно, крайне важно. Понимаете, что бизнес рискованный, по-любому, если бизнесмен принимает решение в том, чтобы вкладывать в эти разработки миллионы рублей или долларов, то ему, конечно, нужны более-менее понятные перспективы развития бизнеса. Вот я считаю, что перспективы здесь огромные. Хотя и риски, конечно, высокие. Так, и у нас еще пятый, шестой, седьмой. Пятый, шестой. Давайте я покороче, да. Я люблю, когда рассказываю о молекулах, я невольно возбуждаюсь, и меня трудно остановить. Я с собой это знаю. Вы нас возбуждают. Хорошо, я продолжу. КФУ-05, значит, КФУ-04 – это противогрибковый препарат. КФУ-05 – это уникальный антисептик. Что такое антисептик? Это препарат широкого антимикробного действия. То есть препарат, который способен действовать, будет локально. Мы его не будем давать больному внутрь, он будет применяться, ну, скажем, снаружи. Это может быть на кожу. Ну, либо полоскать горло, знаете, как препарат мермистин. Вот это как раз там полощут горло. Вот наш препарат примерно такого же типа. То есть это локальный антисептик. Работает против бактерий, работает против грибков, работает против вирусов, работает против простейших. И работает так, что мы до сих пор не нашли вот такого организма, против которого он бы не работал. Это получается супермермистин какой-то. Супер-супер-супер. Не хотелось бы как бы сравнивать с препаратом, который еще считается инновационным, широко на рынке распространен. Но вот в наших, по крайней мере, доклинических экспериментах наш препарат гораздо эффективнее, чем мермистин. Пусть меня коллеги, так сказать, наши простят, но вот это такой доклинический факт. Мы пока беседуем не о том, что есть, а о том, что есть. Тем более, это препарат в любом случае на стадии разработки. Вы описываете препараты, и мне кажется, там вокруг вашего здания должны куча шпионов стоять с разных разведок мира, чтобы отслеживать. Ну, это штука, конечно. Я бы не согласился с тобой, знаешь, почему. Если, понимаешь, всего пока еще нету этапа клинических испытаний, говорить о чем, вот прямо конкретно, да, о чем, о каких-то там даже пикпертивах. Вот, Константин Валерьевич правильно сказал, что невозможно даже правильно коммерчики оценить эти пикпертивы, пока не будет пройден этап клинических испытаний. Это очень сложно, ведь разработок очень много. Во всем мире, вот, то есть, там сенсационные есть вещи, то есть, это не мы. Я совершенно правы. Не мы совершенно, вот. Конечно, меня переполняет гордость за КПУ, за то, что такие вещи у нас делаются, но тем же путем идет весь мир, и везде есть, там, действительно, хорошие заявляются вещи. Кстати, вашим путем идет весь мир, потому что Нобелевскую премию получили по другому путь, за другой путь, например, в данном случае, по антираку. Я не знаю, поймут сейчас наши зрители, но попытались. Я не очень люблю дискуссии, если честно, по поводу Нобелевских премий. Я абсолютно убежден, что, что бы мы тут ни сделали, Нобелевскую премию не дадут нашим представителям. Ну, вот, вот, мое убеждение такое основано, может быть, на личном понимании. Да, политизация Нобелевской премии, она, безусловно, и она отмечается не только нами, это, вообще говоря, известный факт. Ну, не дадут нам. Я не про Нобелевскую премию. И дело даже совсем не в этом. Я про пути. То есть, поверьте, мотив у нас совсем другой, да. Про пути. Ну, вы знаете, опять же, Нобелевская премия, она обусловлена ведь не только политически, она обусловлена экономически, некими экономическими трендами. Ну, я сейчас свое, как бы, видение рассказываю. Какой, например, сейчас тренд у фармкомпаний? Ну, фармкомпаниям очень нравится производить и продавать лекарства, которые являются очень высоко маржинальными, дорогими изначально. И, как это может быть, нещекотливо прозвучит, не слишком-то эффективными. То есть, понимаете, в фармкомпании не очень бы хотелось взять и излечить пациента от терминальной болезни. Ей надо лечить пациента, лечить долго. Примеров тому мы видим очень много. Ну, это, понимаете, я, конечно, понимаю, что я могу там заслужить какие-то там стрелы критические от представителей фарминдустрии, и они скажут, что мы там боремся за здоровье. Но, к сожалению, фарминдустрия – это бизнес. То есть, на эту тему сказано много. – Сумасшедшая истинная стабильность. – Просто много миллиардов. Вы сказали, а вы знаете, сколько годовой объем фарминдустрии, продаж фарминдустрии? – Мне кажется, район триллион долларов. – Ну, вы правы. Не все. Так вот мои студенты, например, как правило, гораздо меньше осторожнее в своих оценках. Но в реальности он даже больше триллиона. Последний год где-то триллион триста миллиардов долларов. – Представляете, такой рынок, какие-то простые эффективные решения могут просто обвалить. – Представьте, просто эффективное решение против опухолевых, против раковых препаратов ежегодно продается на 150 миллиардов долларов. Извините, кто будет этот рынок рубить, даже если на нем появится… – Сергей Балерьевич, а вы не боитесь за себя и за свою команду? – Мы отбоялись уже свое. Если уж мы встали на этот путь, то у нас уже есть некие ориентиры. Такие, что у нас уже по-любому определяют наше движение по этому пути. Мысли такие возникают, но Волков боится в лес не ходить. Ничего бояться вообще не надо. Это вот мое убеждение уже где-то философское, глубинное. Надо просто двигаться, делать то должно. – Я хочу свой вопрос закончить. Вот путь, по которому вы идете, он отличается от того мейнстрима, который обозначен в Нобелевской премии. – Который в том числе находит отражение в Нобелевских хаурятах. – И тем не менее, вы же в научном мире, в научной литературе смотрите, в вашем пути кто-то еще идет? По похожим пути, по похожим пропинкам. – Конечно, идут. А вообще, что значит наш путь? Наш путь – это, вообще-то говоря, ну просто достаточно традиционный. Это низкомолекулярные синтетические средства. – Это классическая химическая фармацевтика. До сих пор в мире примерно 75% лекарств – это именно химическая фармацевтика. То есть, ну, наш путь – это не только наш путь. – В данном случае, связанные с заболеваниями противоопухолевыми и антирактными. – Противовоспалительными. – Ну, выбор нами нозологии. Вы это имеете в виду наш путь. Вот этих терапевтических направлений. – Да, да, да. – Ну, действительно, если я продолжу, если успею продолжить, так сказать, про наш портфель говорить, то вы увидите, что там действительно противоантиинфекционные препараты, противораковые, противовоспалительные, антидиабетические, антиэпилептические. Ну, то есть, это на самом деле, да, болезни социальные, социально значимые. – То есть, это линейка КФУ 001, 002, 002. – Совершенно правильно, до 11 препарата. – До 11 препарата. – Давайте уж я его расскажу тогда, пока мы не забыли. – Да, раз уж начали. – Хоть скоро вопрос зашел об этих направлениях. То есть, КФУ-5 – это антисептик широкого спектра действия. – Ну, мы говорили. – Да, КФУ-6 – это как раз антиэпилептик. Потенциально у него еще будет показания лечения всяких тревожных вопрос, расстройств. – Анксиолитики, как сейчас называют. Депрессии, тревожные расстройства, эпилепсия. Ну, вот эпилепсия, кстати, кто-то может сказать, что, ну, редко встречается. На самом деле, врачи говорят, что у 5% населения хотя бы раз в жизни встречается эпилептический припадок. Ну, вот на самом деле, когда вот начинают нас, мы понервничаем, нас начинает трясти, да. Вот это уже, в принципе, первая фаза эпилептического припадка. – Просто в разных этих сил, в посиле. – Да, ну, конечно, у больных они выражены просто серьезно. Иногда там вообще очень, там, иногда вплоть до летальных исходов бывает. Но вообще проблема достаточно серьезная. К тому же, я обращаю внимание, что она сопряжена, например, с такими вещами, как тревожные расстройства. То есть у нас новый, очень эффективный препарат, опять же, мы на животных моделях показали, который очень эффективно борется с этими проблемами. Седьмой препарат, ну, вот это, наверное, наша прима, хоть он КФО-07, я на нем чуть-чуть. У нас есть еще несколько минут? – Да, есть, конечно. – Я заострю. Вот мы говорили сегодня много о проблеме рака. Проблема действительно колоссальная. Она, наверное, не только медицинская, там много разных аспектов ее. В том числе, где-то философская, по крайней мере, мы так к ней уже относимся. Мы с большим уважением относимся к раковой клетке. Может быть, это звучит как-то даже непонятно многим. Но, тем не менее, мы считаем, вот разработчики, когда мы изучаем раковую клетку, механизмы ее жизнедеятельности, как бы сопротивление совершенства, мы видим, что это совершенный природный механизм. – Да, что есть. – Да, то есть он гораздо более устойчив, более приспособлен к жизни, чем наша нормальная клетка. – Обычная клетка. – Да, она может существовать раковой клеткой в бескислородных условиях. Вот вы знаете, в чем одно из принципиальных отличий раковой клетки от нормальной. Раковая клетка потребляет примерно в 200 раз больше глюкозы. То есть нормальная клетка, она использует в основном для извлечения энергии кислородные процессы, кислород обязательно и нужен, глюкоза и кислород. А раковой клетке достаточно одной глюкозы, она может жить без кислорода. Но много, в 200 раз больше, чем нормальной. Я к чему вот этот привожу пример. Дело в том, что как вот нормальная клетка может стать раковой. В какой-то момент у нее просто происходит некий метаболитический, даже не буду говорить сбой, изменение метаболитическое. Может быть нам это кажется, что сбой. А для этой системы кажется, ну просто переход в более устойчивую форму, правильно? То есть происходит переход, в который клетка переходит на другой способ извлечения энергии, более устойчивый. Становится раковой клеткой. Она получает возможность неограниченно делиться. У нее появляются кучи моментов, которые влияют, повышают ее сопротивляемость всем внешним условиям. То есть это становится более устойчивый, более стабильный организм. Еще недавно людям казалось, биологам, фармакологам, что вот нормальная клетка может стать раковой. А раковая клетка нормальной опять стать не может. Как бы существует запрет. То есть переход из одного метаболитического состояния в другой возможен, а вот обратно невозможно. Ну а что, ей так легче ведь? Ей так легче. То есть мы действительно выяснили уже где-то философски, что это более устойчивая форма. Так более того, эта устойчивая более форма возникает в том случае, если в организме уже накоплены некие системные проблемы. Понимаете? То есть рак появляется у человека не просто вот раз и появился случай. Нет, рак у нас у всех есть. Раковые клетки в той или иной степени. В той или иной степени есть, да. То есть мы сейчас установили, чисто мы с точки зрения философии сейчас рассуждаем, что клетка переходит в более устойчивое состояние. Так вот выяснилось, что при помощи фармакологических средств мы можем раковую клетку опять вернуть в состояние нормального метаболизма, характерного, свойственного для нормальных клеток. То есть смотрите, сейчас большинство противораковых лекарств основано на том, чтобы убить раковую клетку, используя какие-то ее отличия, ее жизнедеятельности от нормальной. Такие отличия есть. А тут перевоспитать получается. Да, мы не убиваем, так сказать, преступника, мы его перевоспитываем, вы правы. Я лично предпочитаю говорить, что мы просто просим раковую клетку вернуться в нормальное состояние при помощи некого химико-фармацевтического препарата. И вот эту концепцию, которую я вам сказал, философскую, ее можно реализовать на практике. Это вот КФ-07. Это наш уникальный препарат. Юрий Григорьевич Четырлин вообще часто не говорит, как об Эвересте нашей, вот из всех наших разработок. Это совершенно иной подход даже. Это совершенно иной подход, да. Вы знаете, он же еще не только философскими... Продивный совершенно другой. Если мы ее убиваем как-то, то часто мы с этим убиваем и организм. То есть, понимаете, вы просто убиваете часть организма. Просто даже если вы вырежете большую опухоль, то часто организм, оставшийся, не справляется вот с этой раной возникающей. А когда мы начинаем лечить с помощью химиотерапии, мы часто, опять же, уничтожаем опухоль. Но токсичность веществ химиотерапевтических, она, собственно, и убивает больного. Одно лечим, другое калечим. Да. Более того, это наиболее типичная ситуация, когда средство лечения убивает больного, а не сам рак. Ну, это весьма типичная ситуация. Часто бывает, да. Это в раковых очень распространенная ситуация. Да. А мы именно используем парадигму другую, как вы поняли. Мы просто просим ее вернуться опять в немалигнантное состояние. Строго говоря, мы еще не знаем, в какое точно состояние она возвращается. Но наши эксперименты на животных моделях показали, что, когда мы начинаем лечить этим нашим препаратом животное, мы, вот представьте себе, опухоль остается, вот как сама опухоль. Вот как, ну, некая вздутия, так сказать, припухлость. А раковых клеток в ней нет. То есть, именно вот этих раковых, самых зловредных, она становится, как минимум, доброкачественная опухоль. Мы не знаем точно, нормальная ли она будет, но она уже не злокачественная. Константин Балерьевич, теперь КФУ 008, 009, 10, 11. Да, буквально я быстро. КФУ 008, это уникальная разработка Казанского, Федерального и Волгоградского медицинского университета, совместная. Вот первое, то есть те, что я перечисляю, антидиабетический препарат, точнее препарат для лечения осложнений диабета. Опять же, в большинстве случаев, когда у человека диабет, он гибнет не от самого диабета, ну, то есть диабет, это нарушение системы регуляции уровня глюкозы в крови, он гибнет, человек, от уже осложнений диабета, поскольку вот это повышение сахара, оно делает более хрупкими сосуды, там влияет на почки, там, на неврологические аспекты. Так вот, наш препарат влияет на вот эти последствия, собственно, патогенные факторы, прямые патогенные факторы диабета. Он их существенно ослабляет, и на животных показаны просто удивительные эффекты. Представьте, крысы, которые специальной моделью, у них вызывается тяжелое состояние диабета, их начинают лечить нашим препаратом, и большинство физиологических параметров этих крыс приходит в норму, что кажется, ну, абсолютно невероятным. Фантастика. Да, но тем не менее, это показано, это реальность. Вот эти эксперименты проводились в Волгограде, в группе Академика Спасова, то есть эти феномены, о которых я рассказываю, это реальность некая. Девятый препарат. Девятый препарат. Антимикобактериальный, противотуберкулезный. Это разработка наша совместно с питерскими нашими коллегами. Мы создали препарат, новый абсолютно хемотип, который умеет бороться с лекарственно-резистентными формами туберкулеза. Про себя мы даже иногда называем их биологическое оружие. Но представьте, сейчас примерно 25% всех микобактерий, то есть микобактерий туберкулеза, оно не лечится существующими лекарственными препаратами. Вот мы сделали препарат, который в том числе работает против этих лекарственно-резистентных форм. Блестяще. Десятый препарат. Это репозиционированный препарат, единственный в нашем портфеле такого рода. Это молекула, которую я не буду сейчас ее называть, там есть аспекты некоторой конфиденциальности. То есть известный, представьте, на рынке препарат, он был уже несколько десятилетий. И мы не случайно, но тем не менее, обнаружили его абсолютно новую терапевтическую индикацию. В настоящее время мы с нашим партнером индустриальным, не могу называть его, опять же, по соображениям конфиденциальности, изучаем возможности быстрого выведения этого препарата на рынок по новой абсолютно нозологии. То есть была одна нозология, станет другая. Она тоже очень социально значимая. Возможно, скоро мы сможем раскрыть эту информацию. И одиннадцатый. Одиннадцатый препарат – это препарат для лечения, так называемый, ингибитор ацетилхолиновых ферментов. Препарат, который может играть роль в лечении некоторых неврологических заболеваний, а также применяться в качестве антидота. Ну, то есть там могут быть некоторые назначения, в том числе связанные с военными аспектами применения. Ну, наверное, я дальше пока не буду распространяться. И это наверняка не все еще, помимо одиннадцатой. Это совершенно не все. Одиннадцатый препаратов, которые входят в наш портфель, который мы как бы позиционируем, представляем, развиваем. Который, да, который сейчас пока на ближайших подходах. Уважаемые телезрители, к сожалению, время нашей передачи, оно вот так вот ограничено. И можно об этом, о том, что мы сейчас услышали, разговаривать часами. Но все-таки я хочу подчеркнуть, что меня просто переполняет чувство гордости за наш Казанский федеральный университет, за ученых, за наших, которые делают действительно такие вещи. И, ну, я не знаю, как это сказать, но мы будем надеяться, что пройдут клинические испытания, пройдут они нормально. И эти препараты поступят на рынок. И надежда, которую миллионы людей связывают с появлением этих препаратов, они сбудутся, эти надежды. И мы станем здоровее, мы даже спасемся от чего-то, и нас спасут вот эти люди. Хочу напомнить, что сегодня гостем нашей студии был Балакин Константин Валерьевич, заведующий кафедрой медицинской химии, химического института имени Бутлерова, нашего Казанского федерального университета. И с вами были журналисты Альберт Бекбов и Рустам Вафин.